Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 30 лет, мне никогда в жизни не было так сложно принять решение и утвердиться в нем, как сейчас. Я работаю горничной на хорошем светлом большом объекте трехэтажном. Работа спокойная, хоть и 30 комнат, 2 человека в комнате всего. Руководитель немного агрессивный. Также я полюбил мужчину своего жильца 47 лет, но отношения не сложились. Я скучаю, но он не отвечает. Также на ОБП полюбили меня, скучный парень. Мы уже долго общались и даже пожили на межвахте. Сделался на другом объекте и зовет меня к себе. Он повар, а я двухработник. Жить в балке, вагончике, зарплата на 30 тысяч больше, но адский труд. Еще и готовить много, помимо посуды. Он будет обучать, опыта у меня нет и мне так тяжело. С одной стороны, легкая работа, но безответная любовь. Другой, любящий человек, я не буду обнаться. Задим семью, но адская работа. Как понять, куда двигаться? Правда, меня там уже ждут. На кухню даже билет купили на поезд. Но численность еще у себя не перевелась еще. Смотрите, первое, что хочется сказать, то что психолог все-таки не дает советов, да? И, естественно, мы вам не будем советовать, что делать, как действовать и так далее. Я думаю, что это было бы неправильно. Мое мнение заключается в том, что вы в этом смысле здесь решаете больше проблему, наверное, своего одиночества и проблему безответной любви. Я думаю, так. И, в общем и целом, работа здесь воспринимается как что-то такое, знаете, второстепенное. По большому счету. И, на мой взгляд, это является серьезной проблемой. Дело в том, что проблема безответной любви вашей, проблема вашей безответной любви, это психологическая история, вот. Которая берет, ну, начало, условно говоря, из, я так думаю, даже, вашего детства, да? Вот, и я думаю, что, ну, решать эту проблему нужно, вот, работая, собственно, с вашей самооценкой, да? Работая, работая с вашим непринятием себя, вот. И работая, в целом, с моделью женского, в том числе, поведения вашего, вот, которая на данный момент приводит к тому, что вы, ну, вот, значит, тяготеете к семье, да? То есть, здесь нужно посмотреть на то, вот, чем для вас так важна семья, да, вот, и откуда такое желание у вас, значит, ее, эту семью, да? Создавать, то есть, такое ощущение, что вы, вот, говорите, что я не буду одна, то есть, вот, проблема здесь, одиночество у вас, как будто бы, ну, присутствует. Это, в свою очередь, ни в коем случае нельзя путать с работой, где вы, на мой взгляд, реализуете другую свою потребность, да, и другую часть. То есть, в своей личности, это, значит, ну, реализация. И, вот, второй вопрос. А что вам вообще нравится? То есть, нравится ли вам вообще делать, условно, то, что вы делаете? Или, а вам, вот, обе работы, да, например, не слишком нравятся, допустим, ну, к примеру. То есть, тут нужно посмотреть на то, насколько вы реализованы, в целом, вы сами, насколько реализованы, и реализованы ли вообще. Потому что у вас идет, ну, как минимум, наверное, первым, на первом месте отношения и создание семьи, на втором месте идет работа. На мой взгляд, нужно, чтобы было реализация на первом месте, и все остальное на втором и третьем. Потому что для того, чтобы выстраивать отношения с людьми, такие вот, ну, качественные, да, такие вот. Хорошие, чтобы они, ну, устраивали, устраивали вас. Нужно, чтобы вы реализовывались. Без реализации не получится выстраивать качественные отношения. Без реализации не получится быть, ну, на равных, на равных, например, с мужчиной своим, да, вот. Ну, не получится, потому что вы будете зависеть той или иной степени, да, от него и от того, чтобы, допустим, допустим, ну, быть с ним. И он может, ну, специально или нет специально этим как-то вот манипулировать. Понимаете, да? Понимаете, да? Вот. То есть, вот, если, например, вы говорите, что вы влюбились в мужчину 47 лет, но отношения не сложились. А даете ли вы себе отчет в том, что вы влюбились в мужчину на месте своей работы? В общем-то, и, ну, и второй мужчина, да, он тоже, получается, на месте вашей работы. Вот. А как у вас обстоят дела с, так скажем, ну, свободным общением, да? То есть, если у вас друзья, если у вас, ну, если у вас подруги, то есть, если у вас вот это всё, потому что если нет, то мы имеем дело вот как раз с некими такими перекосами в контексте важности человек для нас, людей для нас. Вот. И по вашему тексту у меня сложилось ощущение, что вы довольно ограниченно себя реализуете, довольно ограниченно себя раскрываете. По сути, вот получается, что вы выполняете свои, значит, рабочие обязанности. Вот. Как будто бы. И, в принципе, как будто бы больше вы, ну, не реализуетесь никак больше нигде. Вот. То есть, например, значит, допустим, какие у вас есть хобби и есть ли они вообще? Да? Ну, вообще. Какие у вас есть хобби и какие у вас сейчас актуальные цели и задачи в жизни? Вот. Счастливы ли вы сами по себе или нет? То есть, ну, вот то, что вы влюбились в мужчину, это понятно, но есть ли у вас вот это вот, что называется, счастье от того, что вы влюбились или вы влюбились, отношения не… Сложились и вы как-то вот скучаете, ну, например, да, скучаете по этому мужчине, а в чем проявляется скука? Понимаете ли вы также при этом, что, допустим, вы по факту в настоящий момент, любите одного человека? Вот. Но отношения вы как будто бы хотите выстраивать с другим только потому, что он, этот человек другой, пообещал вам, например, там, ну, не знаю, семью, да, и что-то такое. Вот. Мне кажется, Леван здесь некое такое, ну, предательство, может быть, себя. Ну, вот. Не видите ли вы вот в том, что, в том, как и какую модель поведения вы выбираете, да, вы себя предаете? Конечно, на мой взгляд, ну, очень важно разобраться с вашими чувствами, которые есть. Потому что, вот, вы говорите, влюбились в мужчину 47 лет, да, разница в возрасте, ну, в вашем возрасте получается 17 лет. Это, ну, в общем и целом довольно такой, довольно, довольно большая, довольно приличная разница. Вот. И, конечно, ну, самой по себе этой разницы нет ничего ужасного, нет ничего плохого, но есть сомнения в том, да, насколько вы, вот, ну, воспринимаете, допустим, ну, вот, себя и его, то есть, тут есть сомнения на этот счет. И, соответственно, эти сомнения нужно развеять. Вот. А именно потому что у вас эти сомнения присутствуют, на мой взгляд, вам и сложно принять решение. Вот. Потому что цели не четкие, потому что цели не, вот, что называется, не определены, ну, в данном случае. И вы, конечно же, вот, прибываете в разра. Ну, вот и все, по сути. Я думаю, что вы, при том, что, вот, ведете, как будто бы довольно такой уединенный образ жизни, как будто бы, как будто бы, подчеркиваю, я не уверен в том, что это так, но как будто бы. Вы, в общем-то, нуждаетесь как раз в других вещах. Вот. И, нуждаясь в этом, вы как будто бы не очень хорошо понимаете, как это вообще можно реализовать. То есть, как можно дать себе вот то, что вы, там, условно говоря, ну, хотите. Вот. И я думаю, что как раз таки разобраться в себе, увидеть свои какие-то, ну, противоречия, да. Увидеть какие-то свои сложности. Увидеть свои, может быть, потребности. И, дальше, последовательно, с этим всем разобраться, да, исследуя, значит, себя, исследуя свои интересы. Вот. И так далее, и так далее. Вот с этим может помочь вам как раз таки психолог. И, уже дальше, уже дальше, вы сможете, я думаю, принять решение. Вот. Что если ваша влюбленность в мужчину с 47 лет, с которым у вас, значит, не сложились отношения? Что если эти отношения, и отношения, в которых вы, типа, вроде, как сейчас находитесь. Вот. Что если эти отношения, ну, как бы, связаны между собой? То есть, что если они связаны тем, что вы, по сути дела, избегаете, вот. Вы избегаете, ну, вот этих самых отношений. Вот. То есть, вот что если так, что если такой момент имеет место быть? Понимаете, да? Ну, и вот нам нужно, на мой взгляд, убедиться, нам необходимо убедиться в том, что это не так. Нам необходимо убедиться в том, что вы не избегаете отношений, отношений на самом деле. Да, нам нужно убедиться в этом. Поэтому необходимо вам, как я думаю, поработать и поисследовать свои, ну, вот, проявления, да, ваши особенности и так далее. Вот. Я думаю, я думаю, что, как раз таки, тогда вы сможете для себя увидеть, в какую сторону вы хотели бы двигаться, да, куда бы вы хотели бы двигаться, и какое решение вам лучше принять. Я думаю, что базовый момент, вследствие чего вам сложно принять решение, связано с тем, что ни одно из этих решений не является удовлетворительным. Вот. То есть, ни одно из этих решений не привлечет вас к удовлетворению своих потребностей, которые у вас есть. И вы, на мой взгляд, чувствуете это, чувствуете, что у вас не получается приблизиться к этому, и отсюда колебания возникают. Я думаю, что, в общем-то, из наших ответов, да, ответов моего и коллег, понятно, что смешивать работу, и отношения, ну, вот, лично, лично, это не самая хорошая история вообще. Вот. И я думаю, что вдвойне не самая хорошая история, когда, например, вы как будто бы растворяетесь в своем партнере. Вот. Ведь, получается, как сейчас, что, по сути, вы от одного мужчины, да, переключаетесь на другого. Вот. И причем, ну, даже того, который вас не любит, точнее, которого вы не любите, точнее, извините. И, в общем-то, в целом, это вот, конечно, является здесь проблемой. А, собственно говоря, как понять, куда двигаться, разбираться в себе, разрешить себе психотерапию, вот, значит, пообщаться с психологом, я думаю, что вы придете к решению. Вот. Такая вот история. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. 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 Удачи.